Лев Дедешко был настоящей звездой Ейской гимназии номер 14. Из третьего в пятый класс мальчик перешёл экстерном, учился на отлично и сразу же включился в олимпиадное движение. Лев становился призёром и победителем в 48 международных и всероссийских олимпиадах. В 2015 году мальчик трагически погиб. В его честь на родине каждый год проводят международную олимпиаду школьников. В этот раз на интеллектуальном состязании наш город представляли ученики школы номер 13 под руководством учителя математики Людмилы Кузнецовой. Во-первых, и задания олимпиады значительно отличаются, например, от всероссийской олимпиады школьников, в которой они также принимают участие. Кроме того, это возможность пообщаться с детьми из других городов, проявить какую-то свою креативность, уникальность, потому что заданий творческих было очень много, от изобретения космолёта до написания письма космонавтам. Шестиклассник Владислав Владимиров стал лучшим в своей возрастной категории по физике. Этот предмет Владислав только начал изучать, однако уже добился высоких результатов. Мальчик получил диплом первой степени и медаль. Ну вообще я пришёл на физику просто проверить свои знания, и вот так вот получилось. У меня есть старший брат, который занимается физикой, и я иногда смотрю, что он проходит. Софья Богомолова учится в шестом классе. На Олимпиаде в Йейске девочка завоевала диплом третьей степени по географии. Этот предмет Софья изучает второй год. Для неё участие в этой Олимпиаде – дополнительный стимул совершенствовать свои знания. Задания по географии были, не сказать, сложными, просто мы это не проходили. Сидели мы по отдельности, поэтому никто не мог помогать друг другу. Сейчас ребята готовятся к конкурсу робототехники. Под руководством учителя информатики они изобрели робота, который будет помогать с уборкой на кухне. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.